Привет, народ! Восемь. Время депрессии. Время таких отчаяний, раздумий. Заметили, да, что осень начинает хандрить? Может это и правильно? Тихонечко умирает. И через одного во блогах на ютюбе появляются записи про то, чем я болела. Я болею. Какая у меня болячка. Вот я собираюсь на операцию. И вчера буквально спор с одной из подписчиц моей Ферикой. Она рассказывала свои истории боли в спине, что собирается идти на операцию. Очень красивая болячка. То есть, сделать операцию в мерке позвоночника, решает только врач. Я вам могу сказать, что боли позвоночники связаны со всем организмом. Болит голова? Зайный отдел. Сердце стучит, падает. Глубное отдел. Ноги не имеют, поладеют, дрожат. Поясничный отдел. Даже вплоть до того, что опозвоночник у нас встречает за идентификацию и пищеварение. Поэтому, прежде чем решаться на какие-то действия манипуляции в технологическом терапевте, вправлять, вытягивать, втягивать позвонки. Сначала, прежде всего, вам надо пройти обследование первичное. А именно сделать по-хорошему рентген или по-хорошему рентгенку в аппарате. Найти возможность сделать МРТ именно кто у вас болит. По-хорошему, по-очему, по-хорошему рентгенку в аппарате. И хороший врач-вертегролог. Опытный, который не будет вас на бабки разводить и говорить, а, вот, вам надо операцию сделать, срочно я вам сейчас тут помогу. Или наоборот, а, не делайте операцию, и вас тут не все так... Ничего сложного, не верьте никому. Соберите мнение нескольких врачей. и остановитесь на ком-то дном, который будет вас вести. Иначе никак. Операцию делать следует в тех случаях, когда у вас идет разрушение позвонков, у вас очень большая грыжа, большая грыжа считается, которая уже перешагнула сантиметровый рубеж, потому что все до этого считается. или у вас есть вариант нестабильности. То есть, когда позвонок вот так вот болтается, показала. Вот так вот болтается. Называется это анестезом. Ну, тогда придется уже иголку прикреплять. И вариант операции, если ваша грыжа вылезла не сбоку, не спереди, а именно сзади, и гнетет, упирается в спину и мозг, и прерывает практически его нормальное состояние. Да, вот тогда требуется. А во всех остальных случаях можно операций избежать. Но для этого вам придется смириться с тем, что у вас будут постоянно обострения. даже если вы сделаете это в осенний, весенний период обязательно. Вам надо будет, опять же, наблюдаться у врача. Где-то, наверное, раз в год вам надо лежать в больницу по-хорошему, для того, чтобы пройти комплекс. Дома вы все это не сделаете. Дома дела, заботы, внуки, дети, родители, хозяйство, кулинария, подъем тяжести. В больнице вот легли 10 минут, лечились курсом. Все. Считайте, вы на какое-то время опять состояние функциональное. Ну и активный образ жизни. Про себя я скромно промолчу, потому что теперь у меня уже почти неактивный образ жизни. Найдите себе бассейн, недалеко от дома, чтобы избежать от охлаждения, там, где не будут вас гонять, как сигровую козу, но будут наблюдать за вашим состоянием. Найдите себе хорошие ЛФК, лечебно-поскультурные комнаты. И не обязательно это должны быть какие-то супер физические нагрузки. Ваша задача укрепить кузову. А он укрепляет скультурные комнаты. И ЛФК. Подъем тяжести не должно быть. То есть как можно загрузить в себя сумки. И перейти. Сама грешу ездить. Сама знаю, нельзя. Но если вы едете, то ждете или без рюкзаком, или у вас вес. Торий. Тридцать семь минут укрончался. Или вес ваш должен быть равномерно распределен на оберке. То есть нельзя перевешиваться. Вы должны избежать постоянного сидения. в скалон. Не стесняйтесь. Подложите себе подковку подушку. На спину подушку. И каждые полчаса отрываться. Менять положение тела, чтобы не было застоя. Вот это основные профилактические приемы. Которые вы должны обязательно выполнять. Возможности снизить вес. Это нагрузка на позвоночник. Правда, от того, что снизить вес мне легче не стало. Но говорят, что так легче. Ну, говорят, хорошо. А уж про вес, то это вообще отдельная история географии. Да-да, я помню. Мы обещали это видео записать. И желательно проконсультироваться у нейрохирурга с результатами ОРТ. Ортопеда и невролога. Потому что порой кажется, что болит колено. Ага. Это у меня артроз. Артроз обтроза. Но иногда колено это результат 204 позвонка. В пятки стучит, свербит, не милит. А, у меня пяточная шпора. А, нет. Пяточная шпора само собой. А это может быть опять из голоса приводить. Поэтому те, кто с проблемами спиной мучается, обращайтесь. Расскажите ногу. Ну, вас умоляю. Операция это крайний крайний случай. Даже несмотря на то, что вас могут уговорить делать вапоризацию диска. То есть, когда лазером удаляют диск, вам скажут, мы вам поставим там имплант и расширим, увеличим. Ребята, операция это всегда операция. Операция не бывает без последствий. Помните об этом? Всех люблю, целую. Читаю, читаю, читаю. Ваша короткая оправа, которая плохого. Не унывайте, в осень все пройдет. Идет зима. Не знаю, что лучше, но если что-нибудь да будет. Соня, у нее уже, вот тут тренировка проходит, она у нее уже заканчивается. А, да, по скрипту. Как же без этого? Учтите, что не торопитесь обдавать мне сразу. Не ведитесь на сладкие речи. Порой бывает бесплатная медицина, неплохая. Но надо искать. Искать и найти. Благо сейчас информация по этому блогу. У меня 7 дней. Таких 7 дней. Почти 9 лет назад. Это у меня был недавно. Но я пыталась оставить свои краешки. Все нужные и ненужные слова. Не болейте. Не хандрите. Как в Библии написано. И это пройдет. Все проходит. И это пройдет. Ну все. Теперь уже пока. Пока-пока. Пока-пока.